А то, что чайки не захотели поверить в радость полёта, они не захотели открыть глаза и увидеть. Каждый день он узнавал что-то новое. Он узнал, что придав телу оттекаемую форму, он может перейти в скоростное пикирование и добыть редкую вкусную рыбу. Из той, что обитает в океане на глубине десяти футов, он больше не нуждался в рыболовных судах и черстом хлебе. Он научился спать в воздухе, научился не сбиваться с курса ночью и мог прилетать сотни миг от заката до восхода солнца. С таким же самообладанием он летал и в плотном морском тумане и пробивался сквозь него к чистому, ослепительно сияющему небу, в то время как другие чайки жарились к земле, не подозревая, что на свете существует что-то кроме тумана и дождя. Он научился залетать вместе сильным ветром далеко вглубь материка и ловить на обед аппетитных насекомых. Он радовался один тем радостям, которыми надеялся когда-то поделиться со стаей. Он научился летать и не жалел о цене, которую за это заплатил. Он понял, почему так коротка жизнь чает, еще съедает скука, страх и злоба. Но он забыл о скуке, страхе и злобе. А потом, однажды вечером, когда Джонатан спокойно и одиноко парил в небе, которое он так любил, прилетели они. Две белые чайки, которые появились около его крыльев, сияли как звезды и освещали ночной мрак мягким ласкающим светом. Но еще удивительнее было их мастерство. Они летели, неизменно сохраняя расстояние точно в один дюйм между своими и его крыльями. Не проронив ни слова, Джонатан Ливинстон подверг их испытанию, которого ни разу не выдержала ни одна чайка. Он изменил положение крыльев так, что скорость полета резко замедлилась. Еще на милю в час меньше, и падение неизбежно. Две сияющие птицы плавно снизили скорость одновременно с ним. Они умели летать медленно. Он сложил крылья, качнулся из стороны в сторону и бросился в пике. Со скоростью 190 миль в час они понялись вместе с ним, безупречно сохраняя строй. Наконец, он на той же скорости перешел в длинную вертикальную замедленную бочку. Они улыбнулись и сделали бочку одновременно с ним. Прекрасно! Кто вы? Мы из твоей стаи, Джонатан! Мы твои братья! Мы прилетели, чтобы позвать тебя выше, чтобы позвать тебя домой! Дома у меня нет. Стаи тоже. Я изгнанник! Ты можешь подняться выше, Джонатан, потому что ты учился. Ты окончил одну школу. Теперь настало время начать другую. Эти слова сверкали передо мной всю мою жизнь. И я понял. Понял мгновенно. Они правы. Я могу летать выше. И мне пора возвращаться домой. Я готов. Джонатан Ливингстон поднялся ввысь вместе с двумя лучезарными чайками, яркими, как звезды, и исчез в непроницаемой темноте неба. Так это и есть небеса. Теперь, когда он расстался с землей и поднялся над облаками, крыло к крылу с двумя лучезарными чайками, он заметил, что его тело постепенно становится таким же лучистым. Конечно, оно принадлежало все тому же молодому Джонатану, но внешне оно переменилось. Оно осталось телом чайки, но никогда прежде Джонатан не леталось так хорошо. Как странно. Я лечу вдвое быстрее, но при этом я трачу вдвое меньше усилий. Я в силах сделать вдвое больше, чем в свои лучшие дни на Земле. Его белые перья сверкали и скрылись, а крылья стали безукоризны, а гладкие, как и полированные пластинки. Он с восторгом начал изучать их и прилагать сил своих мускулов к этим новым крыльям. Достигнув скорости 250 миль в час, он почувствовал, что приближается к максимальной скорости горизонтального полета. Достигнув 273 миль в час, он понял, что быстрее летят не в силах и испытал некоторые разочарования. На небесах не должно быть никаких пределов. Облака расступились. Его провожатые прокричали. Счастливой посадки, Джонатан! Далеко на севере у самого горизонта летало еще несколько чая. Новые горизонты, новые вопросы. Казалось, здесь, на небесах, чайки никогда не устают и никогда не спят. Но откуда он мог это знать? Подробности его прошлой. В земной жизни отодвигались все дальше. Кажется, чайки дрались из-за пищи, и он был изгнанником. Когда он медленно приблизился к берегу, тюжина чаек взлетела к нему навстречу, но ни одна из них не проронила ни слова. Но он понял, что они рады ему, и что он здесь, дома. Он развернулся, чтобы приземлиться, взмакнул крыльями, застыл в воздухе на высоте одного дюйма и мягко опустился на песок. Другие чайки тоже приземлились, но им для этого достаточно было лишь слегка шевельнуть перьями. Они раскрыли свои белоснежные крылья, покачались на ветру, и, меняя положение перья, остановились в то самое мгновение, когда их лапы коснулись земли. Это был прекрасный маневр. Но Джонатан слишком устал, чтобы попробовать его повторить. Он так и уснул, стоя на берегу, не проронив ни слова. В первые дни Джонатан понял, что ему предстоит узнать больше, чем он узнал в своей прошлой, земной жизни. Но отличия были. Здесь жили чайки-единомышленники. Каждая из них считала делом всей своей жизни постигать тайны полета. Стремиться к совершенству полета. Потому что полет — это то, что они любили больше всего на свете. Аминь. 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 Суть в том, чтобы осознать Его истинная природа, его слушать совершенно Существует всегда и везде Серая скука, страх и злоба Вот причина того, что жизнь столь коротка Цель жизни — поиск совершенства А задача каждого из нас — максимально приблизить его проявление в себе самом Постарайся постигнуть, что такое любовь Лети ввысь и узнаешь, что такое доброта и любовь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Невыдуманному Джонатану Чайке, живущему в каждом из нас, посвящается Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok